Сегодня представитель ГУР Вадимский Бицеки заявил, что Украина имеет право использовать систему залпового огня Хаймарс против российских объектов в Крыму. Крымский полуостров стал хабом РФ, где Московия ведет накопление военной техники, боеприпасов и материалов. Хаймарсам нужна еда и крупная. Запускать дорогостоящие ракеты по отдельным целям невыгодно. Нам нужно наносить врагу непоправимый урон. Поэтому Крыму приготовиться. Предлагаем первые цели для Хаймарсов. Топливная база и аэродром в Джанкое. На въезде в Джанкое возле железнодорожного моста, ведущего колею на восток Керчи, враг расположил топливную базу. Они там разгружают цистерны из поездов. А рядом есть заправка, или что-то такое для бензовозов. Думаю, хорошая цель. Также не стоит забывать про аэродром в Джанкое. Есть ли сейчас там авиации, не знаю, но въебать можно. На всякий случай. В Крыму достаточно много военных баз и складов с боеприпасами. Например, военный объект Перевальные-3 около Симферополя. Очень похоже на крупную военную базу. Здесь имеются большие ангары. Возможно в них военная техника или боеприпасы. Выглядит база достаточно серьезно. Хаймарс если бы увидел, то облизнулся бы. Я думаю, что такое заявление говорит о том, что США дали добро на уничтожение баз в Крыму. Так что запасаемся попкорном.